Ещё одна тема связана с церковью. Дело в том, что в районе Белореченской города, между Ханской и Белореченской, когда-то был найден фундамент церкви, средневековой церкви, которую датировали примерно 1171 годом, христианские имена, и в этой церкви были найдены различные рельефы и письмена, что на древнегреческом языке, просто на греческом языке, на средневековой форме, что в память раба Божьего Георгия Пиуперти, владителя имени Лип, святому славному великому ученику Георгию в церкви. И ещё один камень был с армянской надписью о том, что соорудил церковь Каменотёсец из Кафы, Крымбей. И уточненный перевод сказал, что церковь построена каменщиком, неким, в 620 году армянской эры, что соответствовало как раз 1171 году. Там под полом был найден склеп золото-ордынского времени, и существовала, считается, церковь с 12 века до позднего времени, о чём говорит там ряд, допустим, каких-то архитектурных моментов и некоторые изречения на Коране, на арабском языке, которые там же и находили потом. Ну, есть версия, что эта церковь была центром епархии и выполняла именно функции как бы соборного центра. Смысл в том, что нет точного источника о том, где именно находилась она. И как бы пришлось делать определенные поиски, поспрашивать. Оказалось, что архитектурные элементы церкви лежат в архивах Маякопского музея. Иногда, вроде бы, как бывают выставки, на которые они попадают, временные такие, вот именно следить. В постоянной экспозиции они не выставлены. А вот эти надписи все, они хранятся в Тбилиси, в Центральном музее, что я ещё проверю, когда поеду в Тбилиси, чтобы посмотреть, действительно, они в постоянной экспозиции или в архивах. Что касается места, то я разговаривал с археологом Лавпача, он когда-то в советское время водил туристов туда. Но, говорит, так сложилось, что был такой маркер, если из Маякопа ехать, 19-й километр назывался. Знак такой, и налево от него к реке белой можно было увидеть эти останки. Сейчас он, говорит, я пытался найти, но их не видно. Там ничего не видно, поменялись маркировки дорог, естественно, поворот непонятен. Где-то на границе районов, непонятно где. И там большое строительство, там какие-то магазины, склады, непонятно что-то. То есть, место уже точно установить не удаётся на сегодняшний день. Да, кстати, хотел упомянуть ещё, что по просьбам желающих, я составил специальную карту в гугле, на которой отметил все места, где я уже бывал. Как с точки зрения природной красоты просто, так и с точки зрения каких-то монументов, памятников исторических. Точные там координаты указаны, к некоторым местам дорога указана, можно их найти. И обозначил также ещё и на карте места, где я ещё планирую побывать ещё. В общем, синими звёздочками, звёздочка в синем кружке, это где я собираюсь побывать. Всё, что красным цветом, это места интересные, рукотворные, синим цветом природные, памятники. В общем, ссылочка в описании к ролику. Можете перейти, сохранить себе эту карту, использовать её в своих путешествиях. Так, ещё один факт. Станица Ахметовской, это Малая Лоба, Мостовской район. Дорога на Псебае, это с другой стороны Лобы налево. Прочти граница Корчава-Черкесии там проходит. И, значит, там есть такое место, Ласточкиное гнездо, прям над Лобой. Очень красивое место, такая стояночка туристическая, нависает над Малой Лобой, и впереди вся эта долина видна, красивая. А рядом с ней, в Кизиловых рощах, там находятся остатки жертвенника. Причём жертвенник, скорее всего, не адыгский, а, вероятно, алландского времени. Ну, он сейчас, конечно, не такой яркий, как мог бы быть раньше. Он на выступе таком скальном, гранитные плиты лежат, там колодец, куда сбрасывали жертвенных животных, вырубленный внизу. И, ну, вообще, само по себе такое сакральное место. Конечно, немножко изгажено туристами современными, но рекомендую, если будете в этих краях, обязательно зайдите, посмотрите. На моей карте, которая, по-моему, выше, там есть точное местоположение этого места. Не знаю, попробуйте там заночевать, я не пытался, но, наверное, впечатления интересные будут. По поводу Мезмайа ещё есть интересный факт. Значит, посёлок Мезмай означает лес диких яблок. Что, в общем-то, отражает правду. Ну, по крайней мере, те, кто в первые времена там жил, первого поселенца, так и описывали, что действительно, очень много диких яблок. Я как-то ошибся, не думал, что в своё время, что Федор Тарнау там в плену был. На самом деле нет, он был севернее, в лесах, к юг-западу от Майкопа, до Урхабль там был такой поселок. В 68-м году сюда потянулись тут ссыльные поляки, польские военнопленные были, которые в качестве вольных лесорубов и золотых бычек здесь начали селиться. Точнее, даже не именно в Мезмайе, а изначально рядом стоящей Темнолесской. А Мезмайе как хутор Куржипский, по пути просто появился. До проведения туда узкоколейки, примерно к 30-му году уже советской власти, 1930-му году, это такое место было, где бандиты залегали на дно, что называется. Настолько трудонаступное, что туда соваться особо никто не хотел. Там в основном жили такие отчаянные золотодобытчики, шлисорубы. И вот советская власть с 1922 по 1927 годы начала активно туда строить узкоколейку по Гуамскому ущелью для того, чтобы лес вывозить. Ну, уже были строительные материалы. Причем строились тоже руками заключенных. На сегодняшний день, к сожалению, узкоколейка не действует. Она была заброшена, часть ее туристически используется, часть там уже и рельсов нет посмывала. Ну, просто туристы гуляют там. Вокзал заброшен, но единственное, туда провели хотя бы хорошую дорогу через перевал. Асфальтированную. Самый интересный факт, что Мазмай, значит, так получилось, что на реке Аше, в Черноморской Шапсуге, есть поселок, аул, точнее, Хаджико. И там улица есть Мазмай. Вот почему она так называется? Потому что изначально так получилось, что когда Хаджико-Хакучи основали, ну, из тех, кто выжил в этот поселок, среди них были, присутствовали жители бывшего аула Мазмай, вот, которые там и жили в этом Мазмай до конца Кавказской войны. И когда об этом прознали те из бывших жителей аулов, которые тоже Мазмай, которые жили вдоль Кубани, при Черноморской, они, естественно, попросились туда переселиться. И вот эти переселенцы образовали, на одной улице поселились, образовали улицу Мазмай. Таким образом, вот, бывшие жители поселка Мазмай до Кавказской войны оказались в уле Хаджико на реке Аше. А к ним еще присоединились, там есть улица Асеретх, это жители того аула, который стоял на месте современной Даховской станицы, в районе Лаганак, Асеретхаббль она называлась. Так вот, как бы, собрались в одном месте, и их можно, как бы, отследить, понять, исторические преемственности вот этих людей. Ну, и последний факт, самый свежий, о беглом казаке. Значит, то, что, как я уже говорил, в горячем ключе есть кино ТАФ, находящийся в центре, в Центральном парке, на котором рассказывается про Хапачи Лакшука, одного из дворян, бжедухских, который погиб, сопровождая своего князя во время Хаджа в Дамаск, самого первого. И, значит, а на другой стороне были истертые надписи, про которых разные ходили слухи. И вот у Лаврова я, наконец-то, нашел, что, действительно, там осталась только надпись 1877 год. Там осталась только надпись 1877 год. Но проблема, ну, как бы, никто не знал толком, что там написано было. Но, оказывается, его успели зафиксировать до того, как надпись истерлась окончательно. На арабской вязи там была информация о беглом черномордском казаке Николае Золотаревском, который сбежал из станицы Гривенской в свое время сюда, на территорию аула, который был в Горячем Ключе. И здесь учил в первой светской школе, вот именно здесь, в начале 19 века, черкесских детей грамоте. За что ему такая благодарность была выбита на этом кинотафе в центральной части аула тогда. Так что, вот еще одну историю мы раскрыли. Ну, на этом все. Буду стараться собирать все факты свежие, интересные и делать отдельные выпуски про них. В общем, в дальнейшем я буду собирать еще больше для вас интересных фактов, публиковать их и будем навести их в отдельных еще и видеовыпусках. На этом все. Комментируйте. Обсудим эти факты под этим видео. Делитесь с друзьями. Ставьте лайки. И распространяйте в соцсетях побольше. Я думаю, это будет интересно. На этом все. Всем пока.